Всем привет! Это выпуск о казино, геймблинге и деньгах. Мы исследуем рынок азартных игр в Украине. Сегодня познакомимся с собственником игорного бизнеса. Узнаем, сколько казино откроется в Украине и сколько стоит открыть зал игровых автоматов. Помните Руслана? Сейчас у меня запланирована встреча с Русланом Нонкой. Руслан занимается открытием слот-залов в Украине. Руслан, привет! Спасибо тебе огромное за время. Давай прогуляемся. У меня много вопросов к тебе. Очень надеюсь на откровенную беседу. Руслан, первый вопрос. Расскажи о себе, чем ты занимаешься и как вообще в принципе в игорный бизнес попал. Смотри, я сам из IT. Я IT-предприниматель. В принципе, уже лет 10 занимаюсь этим. Кроме этого, я консультант по стратегическому маркетингу в нише гэмблинга и беттинга. Я работаю с многими ведущими брендами. Собственно, консультирую по маркетингу. Расскажи, пожалуйста, про гэмблинг. Как он выглядел в Украине? С чего все начиналось? Потому что я, честно говоря, не понимаю. Его там запретили в какой-то момент. Там была куча каких-то этих... Их даже залами не назовешь. А просто там на остановках стояли какие-то эти там слот-машины. Причем на каждой остановке, мне кажется, в Украине они стояли. Я не очень помню, что было в 90-х годах, в силу своего возраста, наверное. Если мне память не изменяет, в 2009 году гэмблинг запретили в Украине. И где-то через 3 года приняли закон о лотерейных лицензиях. Это позволило запустить лотереи. Вот оно, что это было. Да, я не особо в курсе юридических проволочек, но нашли какую-то зацепку. И под этими лотерейными лицензиями, собственно, запустили огромное количество игровых залов, которые до декабря месяца, еще прошлого года, мы, в принципе, все здесь наблюдали. Я думаю, что только в одном Киеве было около, наверное, тысячи залов. Этого уже должно больше не быть, потому что новый закон предусматривает игровые залы только в отелях сейчас. Поэтому их станет на порядок меньше, чем было. И это, в принципе, станет совершенно другой бизнес, уже регулируемый, и бизнес, который будет, собственно, платить налоги. Так, а вот эти вот все, назовем их лотерейные игровые залы, лотерейные игровые залы, то есть они налоги не платили, что ли? И вот что изменится, мне просто интересно. То есть была некая форма легализации, ее отменили, сейчас ввели другую форму легализации, и теперь налоги пойдут, а до этого не шли? Смотри, я бы сказал так, произошел кардинальный слом. Сейчас мы наблюдаем запуск совершенно другого бизнеса. Для сравнения, в одном Киеве раньше было около тысячи залов. В Украине, наверное, было тысяч пять-шесть залов. Сейчас, допустим, мы запускаем сетку залов, и мы позиционируем себя как большая сеть. Мы запускаем всего лишь восемь залов. Восемь залов? Во всей Украине. Во всей Украине восемь залов. Средний зал 500 квадратных метров. Стоимость запуска игрового зала до легализации была, по моим прикидкам, где-то 40-50 тысяч долларов. Сколько? 40-50 тысяч долларов. То есть я мог открыть игровой зал за 50 тысяч долларов? Более того, окупить его, я думаю, за полгода. Сейчас средний зал у нас стоит около 3 миллионов долларов. Окупаемость его 4 года. То есть это совершенно другой бизнес. Почему все так выросло? Потому что появилась лицензия, которая стоит около миллиона долларов. Игровые автоматы – это не тот самопальный трэш, который собирали непонятно где. Это игровые автоматы от мировых производителей. И один автомат стоит порядка 15 тысяч долларов. Более того, он никем не контролировался, не было никаких систем мониторинга. Что там внутри автомата происходило, непонятно. Сейчас такие автоматы будут контролироваться государством. Это раз. Два. За этот автомат несет репутационные риски его производитель. А это мировые компании с оборотом в сотни миллионов долларов. Что нужно мне для того, чтобы получить лицензию в Украине, если я решил заняться этим бизнесом? Смотри. Прежде всего тебе нужны деньги. Как я сказал, достаточно немало денег. Тебе нужен отель. Только в отелях от трех звезд разрешены игровые залы. Таких отелей достаточно немного. В Киеве, наверное, порядка 15 отелей подходит под это. Поэтому это не будет массово, как это было в прошлом году, когда мы наблюдали игровые залы буквально на каждом шагу. А сколько же времени уйдет у вас на открытие игрового зала в какой-нибудь другой стране? Во-первых, открыть может кто угодно. Естественно, то есть это может быть либо компания, либо может быть человек, у которого есть паспорт, у которого есть документ о том, что он не был уличен ни в каких криминальных действиях. Здесь совсем не обязательно быть резидентом страны, кстати. То есть это может быть и иностранец. Лицензия стоит, она на самом деле недорого. То есть все зависит от города, как правило, в который вы подаетесь. И цена здесь, как правило, от 350 евро до 1700. Сколько по времени у меня займет получение всех вот этих лицензий? Получение лицензии для того, чтобы построить эту точку, займет, как правило, до 8 недель. И, соответственно, игровая лицензия, она занимает, как правило, 2-3 недели. Итого 2,5-3 месяца. Да, получается так. Несмотря на то, что геймблин давным-давно признан во всем мире, в Украине отношение казино и игровым автоматам довольно скептическое. Оно по-прежнему носит такое, знаете, унизительное название, как лохотрон. Поэтому я спрошу у украинцев, знают ли они что-то о новом законе, как к нему относятся и вообще, что думают об игорной индустрии. А скажите, пожалуйста, вы в казино играли когда-нибудь? Нет. Никогда. Никогда. Я не играл. Нет, не играл. Да. О, наконец-то. Слушайте, наконец-то мы зрители человека, которые... Ну, вот ваше личное мнение. Надо ли легализовать в Украине? А, я не украинка. А, а вы откуда? В Белоруссии. О, дайте пятерочка. Дайте пятерочка. А, у вас же все... Так. А как относитесь к этому? Никак. Негативно. А, почему? Потому что все обдравило кощево. Отрицательно. А почему? Ну, потому что будут люди тратить туда свои деньги. Самое забавное, что никто никогда не играл в казино, но все против. А, как считаете, надо легализовать или нет? Нет. 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 Как вы считаете? Я не считаю. Ну, может, який Лас-Вегас и потребен. Так. Який Лас-Вегас. Не против. А так, чтобы на каждом округе... Мое мнение, я бы вообще запретила вот это дело все. Вообще закрыла полностью. Вот, запретила. А почему? А почему? Ну, можете хоть один аргумент сказать против? Ну, потому что, ну извините, это все от дьявола. А как к этому относитесь? Ну, скажем так, если смотреть на то, что налоги будут идти в государство, то положительно. Если же мы будем говорить о зависимых людях, которые... Они будут играть в любом случае, независимо от того, что казино это легальная движуха или нелегальная. Слушайте, скажешь, это подставной человек, реально. То есть она так складно все как бы высказала, я в шоке просто. А как считаете, надо легализовать или нет? В принципе, надо. Если это уберет уличное казино, которое по всему Киеву разбросано, если это их уберет, можно легализовать. Если стремиться к тому, чтобы прибыль с этого бизнеса получали не крыши, а государство, наверное, да. Одно, конечно, хотелось бы их легализовать, чтобы все, как культурные люди, могли пойти и... Ну, нормально спустить немножко денег. Спустить немножечко денег и спустить свои стрессы, адреналин там. Но, с другой стороны, у нас не очень подготовлены к этому люди. До европейского пути развития нам идти, 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 идти. Руслан, ну, смотри, ты, конечно, все складно излагаешь, но... Я вот пообщался с людьми, ну и как-то так складывается, что у них у всех очень негативное отношение. Почему? Я думаю, это напрямую связано с историей игрального бизнеса в Украине. Он просто был нерегулируемый. Каждый зал будет подключен к системе онлайн-мониторинга. Это означает, что, во-первых, при входе в зал будет проходить идентификация игроков. Игроки, которые зависимы, которые не подходят по возрасту, они просто не будут допускаться в зал. Так, простой вопрос. Каким образом мы определяем зависимого игрока? Игрок может либо сам себя исключить, сказать, я зависимый, не пускайте меня в зал, я не могу сдерживаться. Либо это происходит через его родственников. Каждый игровой автомат проходит сертификацию. То есть это уже не black box, где непонятно, что происходит. Это игровые автоматы от мировых производителей, где помимо репутационных рисков, есть еще комиссия, которая каждый автомат сертифицирует, где отдача игрового автомата не ниже, если мне не изменяет память, 94%, а не 50-60%, как это было до этого. Вот это другой уровень совершенно сервиса и другой бизнес. А для меня, как для игрока, разница в чем? Ну, первое, какая разница между айфоном и каким-то паленым смартфоном, где зависает, не работает что-то. Банально, в удовольствии, в качестве твоего досуга. Для меня качество игры, это, чисто говоря, сколько денег я выиграл, а сколько денег проиграл. Если я все проиграл, ничего не выиграл, то что-то не очень качественная игра, как мне кажется, ну, для меня. Такие автоматы чаще отдают деньги. Наша задача, чтобы клиент приходил к нам долго, получал удовольствие и был с нами годами. То есть сейчас этот бизнес нельзя построить на 4-месячной окупаемости, а дальше хоть трава не расти. Мы целимся в долгую перспективу, в несколько лет. Соответственно, игрок должен получать удовольствие, выходить из зала с удовлетворением и возвращаться к нам. Если он пришел, проиграл все, то он больше к нам не вернется. Ты знаешь, что ту информацию, которую ты мне выдаешь, достаточно сложно найти. Ну, во всяком случае, в сети, в свободном доступе ее нет. Смотри, мы именно потому и пришли в этот бизнес, чтобы этот бизнес перестал быть каким-то маргинальным киоском у метро, а чтобы это стала большая прозрачная история, которая способна нести позитивные эмоции как игрокам, так и в целом к пользу государству. Далее мы планируем снимать YouTube-проект, в котором будем максимально честно показывать все подробности бизнеса и все аспекты запусков залов. Вот ты классно рассказываешь о том, что залы станут абсолютно новыми, станут абсолютно другими, но игроки, они же не поменяются? Смотри, я думаю, игроки поменяются. И мы, в принципе, это закладываем. Почему? Потому что раньше залы были везде, и они были рассчитаны на случайную аудиторию, которая идет мимо. То есть зал был в доступности. Сейчас залов достаточно мало. В сотни раз меньше будет, чем было до этого. То есть зал становится местом досуга. Человек не может идти с работы и случайно зайти в зал. Он целенаправленно туда едет, чтобы провести время. То есть мы рассчитываем на то, что туда будут приходить чуть более состоятельные люди. И именно с целью не заработать, а в казино заработать невозможно, кто бы вам не говорил, что это место, где вы сможете отдохнуть, где вы можете получить эмоции, равные прыжку с парашюта, только без риска для своего здоровья. Нет, слушай, но есть же вероятность, что я там выиграю. Вероятность есть, но на дистанции казино всегда выиграет. Это место, где вы можете получить эмоции, но не заработать денег. Смотрите в следующих выпусках. Можно ли на самом деле ограбить казино? Или все эти известные фильмы об ограблениях? Просто выдумка или миф? Сколько на самом деле может выдать игровой автомат и многое другое? Вся правда о быгорном бизнесе только у нас. Подписывайся на канал и ставь лайк, если понравилось. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски Слот Сити Шоу.